Перед убоем кабана нельзя его травмировать. Бить рукою, ногою, палкой и тому подобное. Из-за этого остаются на сале гематомы. Когда ты потом будешь разрезать это сало, то получается не товарный вид сала. Потому что все капилляры, которые там в сале есть, они будут наполнены кровью. Вот потому нельзя бить кабана. Когда ты зацепил удалку, веревку за заднюю ножку, ты спокойно потом выводишь кабана на улицу. Там заранее должна быть у тебя уже выбрана место, где ты будешь делать убой. Там должно быть место, где можно будет зафиксировать вторую веревку, которая цепляется за верхнюю челюсть кабана. Но если кабан еще бывает такой агрессивный, и бывает, что его за заднюю ногу невозможно удерживать, то перед этим вбивается штыр в землю, примерно полуметровый. И когда ты его вывел на улицу, ты просто, чтобы не держать его руками, чтобы он себе руки не рвал, не дергал, то ты просто фиксируешь эту веревку, которая зацеплена за заднюю ногу, за этот штырь. И когда кабан зафиксирован за заднюю ногу, то ты уже подходишь со второй веревкой и цепляешь вторую веревку за верхнюю челюсть кабана. Желательно за клыки, потому что бывает иногда, когда перед клыками, то она просто выскальзывает. Но и когда ты уже ее зафиксировал, ты просто натягиваешь ее и спешишь зацепить за то приспособление, за столб или забор какой-нибудь, чтобы можно было зацепить и натянуть эту веревку. Когда ты уже зацепил за эту веревку вторую, которая цепляется за лыч, и зафиксировал ее, кабан просто в это время натянется и будет стоять. И бывает издавать крик. Затем ты берешь нож и делаешь прокол перед грудинкой, во середине грудинки, немножко под наклоном туда к сердцу, ну, я так говорю, примерно в 45 градусов. Ну, это плюс-минус, тут надо уже приспособиться. И надо точно посредине бить, ни влево, ни вправо, чтобы нож не был повернут. Потому что если повернулся нож, он не попадет туда, куда надо, и попадет типа под лопатку или куда там. И когда ты небольшими движениями нащупал в саму вену и хлынул на кровь, достаешь нож и подставляешь кастрюльку. Кастрюля наполняется кровью, кабан стоит. Когда уже кастрюля, ну, стало кровью много, ты просто оставляешь в сторону, берешь кружку какую-нибудь или другую посудину. Потому что в это время уже кабан начинает вести себя неспокойно, начинает дергаться, что такое. Перед тем, как упасть, он начинает шататься, что такое, и дергаться сильно. Вот. И может выбить себе кастрюлю из рук. Перед кончиной кабан начинает себя неспокойно вести, начинает дергаться, кидаться в разные стороны, ну, и потом со временем он падает на бок. И через определенное время он доходит. Можно еще кабана положить немножко головой вниз, если есть такой уклон на земле. Если это свинка, то можно нажать возле задних ног на живот. И затем, чтобы она опорожнилась. Там мочевой пузырь, если есть моча в нем, и она как бы еще не опорожнялась. Можно нажать ногой просто-напросто на живот возле задних ног. Там мочевой пузырь, и через мочеиспускальный канал вся моча выльется, и будет пустой мочевой пузырь. Ну вот и все. Всем удачи!